МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости нашего города в студии Татьяна Заозерная. Здравствуйте. И коротко о некоторых темах выпуска. На самом высоком уровне ход расследования резонансного уголовного дела ДТП с участием сына Жанны Белоцкой под контроль взяла Генеральная прокуратура России. Его еще не достроили, а он уже горел. Пожар случился в одном из домов строящегося восьмого микрорайона. И повторение мать учения. В российских школах заговорили об отмене домашнего задания для старшеклассников. Начну с информации, которая появилась в СМИ совсем недавно. Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарев взял под личный контроль ход расследования резонансного уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии с участием сына главы администрации Ноябрьска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Заместитель Генпрокурора потребовал от прокурора Ямалонинского автономного округа тщательным образом изучить материалы уголовного дела и при наличии оснований принять необходимые меры реагирования, направленные на проведение полного и всестороннего расследования обстоятельств трагедии. Напомню, рано утром 7 сентября Александр Белоцкий, двигаясь на мотоцикле, не справился с управлением. В результате ДТП его пассажирка, 34-летняя жительница города, скончалась в приемном покое ЦГБ. Итак, пожар в Ноябрьске. В среду вечером примерно в 8 часов загорелся дом в строящемся в 8 микрорайоне. Все происходило на пятом этаже одного из зданий новостройки. Потушить огонь удалось спустя примерно полчаса. Предварительная причина – нарушение требований пожарной безопасности при строительно-монтажных работах. Поток раскаленного воздуха попал на горючие материалы, в результате чего и произошло воспламенение. Ущерб и виновное лицо устанавливаются. Пострадавших нет. С отоплением в Ноябрьске проблем больше нет. Об этом заявил первый заместитель главы администрации Ноябрьска Андрей Касьяненко. Он отметил, что тепло подано уже во все дома, но призвал управляющие компании не расслабляться, тщательно следить за качеством предоставляемых услуг, а также своевременно реагировать на жалобы жильцов. К тому же Андрей Касьяненко указал управляющим компаниям на то, чтобы работу с должниками они проводили тщательнее. Если человек потребляет услугу, но не хочет ее оплачивать, значит в рамках действующего законодательства нужно принимать все жесткие меры, чтобы подобных ситуаций у нас в следующем году не возникало. Так что давайте начинайте эту работу, собирайте совещание совместно с управляющими компаниями, с юристами, и у нас есть время навести здесь порядок. Между тем, в нашу рубрику «Жалуйтесь, критикуйте, хвалите» продолжают поступать звонки от жителей города. К примеру, жильцы домов Памира 80 и магистральной 97 сообщили, что они недовольны качеством тепла, которое подают в их дома. Говорят, в квартирах холодно. А на Дзержинского сообщили собственники, тепла вообще не было долгое время. Только сегодня стало известно, что ситуация изменилась, и людям сделают перерасчет. И что немаловажно, проблема жителей 102-й мехколонны, которую мы также озвучивали в рубрике «ЖКХ» решена. Управляющей компанией удалось найти компромисс с поставщиком ресурсов, и тепло в дома жителей поселка подано. Подготовку объектов энергетики Жилфонда Ноябрьска к предстоящей зиме проверяет специальная комиссия. При положительных результатах этой проверки будет подписан паспорт готовности города к осенне-зимнему периоду. И, похоже, особых причин для волнений по этому поводу нет. Как сообщил на заседании постоянных депутатских комиссий и начальник управления ЖКХ транспорта, энергетики и связи Дмитрий Шмаков, все социальные объекты готовы на 100%. В Жилфонде также выполнен запланированный объем работ. Отмечу, на эти цели в текущем году потратили около 47 миллионов рублей. Это те деньги, которые собственники платят за текущий ремонт. Не совсем гладко обстоят дела с оплатой работ по подготовке объектов энергетики. Вместо запланированных 182 миллионов рублей город получил в распоряжение 165. Связано это с оптимизацией расходов, которую провел окружной департамент энергетики и ЖКХ. Несмотря на это, все работы удалось завершить. Были отремонтированы котлы на котельных номер 1 и номер 2 микрорайона Вангапуровский. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения общей протяженностью более 2 километров. В настоящее время все ремонтные работы, связанные с запуском отопления, завершены. История с домом 43 по Холмогорской продолжается. Жильцы ведут коммунальную борьбу со своей управляющей компанией уже много лет. А ремонт в их подъезде сделали буквально неделю назад. Вот только собственников он абсолютно не радует. Наша съемочная группа в очередной раз выехала по указанному адресу. О том, что мы увидели и услышали на месте, в рубрике «Жалуйтесь, критикуйте, хвалите». Ремонта в этом подъезде ждали более 10 лет и наконец-то дождались. Вот только с покрашенными стенами и перилами у людей появилось еще больше проблем. Покрасили, четыре раза перекрашивали эти все стены. Как были тут мыши, бегали в этих ступеньках, так оно все это бегает, эти ступеньки. Можно на стены посмотреть, они там все корявые. Вот ручка после ремонта. Ну это что, ремонт называется? Веревка с узелками. Я не думаю, что там в 21 веке можно было что-нибудь и придумать. Красили все наспех, а штукатурили стены на сухой, без грунтовки, рассказывают жильцы. Результат такого труда уже виден в соседнем подъезде. Там после подобного ремонта порыв трубы вернул подъезд в прежнее состояние. Надо сказать, что коммунальная война жителей 43-го дома по Холмогорской со своей управляющей компанией уже дело привычное. Длится она много лет, а очередной конфликт возник совсем недавно. Предметом спора стало обращение собственников Пука с просьбой заменить старые деревянные окна на новые, на что люди получили ответ. Согласно итогу проведенных собраний, часть денег уже расходуется на другие ремонтные работы и благоустройство двора. Однако ни один из жильцов этого дома о своем участии в проводимых собраниях не помнит. Во всяком случае, так заявляют сами жильцы. Мы дали запрос, чтобы нам предоставили копии собрания, кто проводил и кто расписался в этом протоколе. И когда этого собрания было. Хотя вот сколько я тут с людьми общаюсь, про собрания никогда не было. Ходило два представителя, не знаю откуда они, с ЖО, с администрацией по квартирам, со списком. Там два слова сказали, людям ничего не объяснили, эти расписались. В бумаге написано одно, а на дереве светуют жильцы другое. И уверяют, что в своем подъезде и дворе делают все сами. Вот соседний полисадник, это люди сделали сами. Из мусора, который балконные ограждения снимали, вот они этот заборчик себе там облагородили. Старые покрышки связали, сварили там все, лавочку там притащили. Вот это они называют благоустройством двора. А это работа НЖСК, продолжает экскурсию Евгений. Вот красили, вверх покрасили, вот это все осталось. Вот качеля, наши дети на ней катаются. Можно не кататься? Качеля не закреплена вообще. Тогда же качели это назвать ее нельзя. Это до первой беды, пока кого-то не привалит. Ветеран труда Валентина Анатольевна живет на Холмогорской 43 еще с того времени, как дом сдали в эксплуатацию. Говорит, даже скамейки, чтобы присесть нет. Что уж говорить о детской площадке, парке и тротуарах. К тому же регулярно приходится напоминать работникам ЖЭО, чтобы в подъезде хотя бы наводили порядок. Мы деньги платим. Если как-то там что-то надо же убирать, почему все время надо ходить скандалить? Вот я получила расчетку за квартиру, я пенсионер, я получаю пенсию, я бегом плачу. Исполнительный директор НЖСК Петр Недзельский комментировать ситуацию с третьим подъездом 43-го дома по Холмогорской на камеру отказался. В производственно-техническом отделе управляющие компании по телефону сообщили, что маляры сюда вернутся. А представители местного ЖЭО вообще проигнорировали нашу съемочную группу и просто прошли мимо. Только вот не по удобным тротуарным дорожкам, а песчаные насыпи. Юлия Москалик, Александр Иванов. Новости нашего города. В объектив телекамеры нашего видеооператора попали весьма бесстрашные строители. Мужчины, выполняя работы на крыше балкона на высоте пятого этажа, обходятся, по всей видимости, без страховки. В общем, их смелости остается только позавидовать. Особенно учитывая, что в этом году в Ноябрьске уже зарегистрировано два случая, когда строители, пренебрегая техникой безопасности, падали с высоты. Один из них погиб. Рождаемость растет, а с ней и отток населения из города. К такому выводу пришли специалисты, которые проанализировали социально-экономическую ситуацию в Ноябрьске. С начала года естественный прирост в городе составил порядка 600 человек. Однако, по словам замначальника городского департамента экономики Галины Кузнецовой, численность населения все равно снизилась более чем на тысячу человек за счет миграции. Она отметила, что ситуация на рынке труда более чем благополучная. На одного безработного приходится сразу 8 вакансий. Растут, как оказалось, и доходы населения. В расчете на душу населения реальный денежный доход составил около 40 тысяч рублей. Средняя заработная плата за первое полугодие 2013 года составила 58 тысяч 952 рубля и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 6,7%. Наибольший рост заработной платы наблюдался в отраслях государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение, финансовая деятельность, образование. Между тем, адаптация и интеграция мигрантов создает немало проблем на территории региона. Об этом заявил губернатор Кобылкин. Он отметил, что в последние несколько лет приток мигрантов на Ямал увеличивается, меняется национальный состав населения. По данным экспертов, именно нелегальная миграция оказывает заметное воздействие на криминогенную обстановку. Так, менее чем за месяц в ходе проведения проверок в округе было выявлено около тысячи нарушений миграционного законодательства. Глава региона убежден, что в решении проблем мигрантов должны участвовать не только органы власти, но и гражданское общество. По его мнению, необходимо активнее привлекать к процессу адаптации и интеграции трудовых мигрантов национальной общественной организации, которые пользуются авторитетом у своих земляков. Ямал регион многонациональный. У нас множество культурных традиций. Это необходимо учитывать. Мигранты должны знать специфику нашего региона и его культурное многообразие. При этом важнейшим условием должно оставаться соблюдение законодательства, причем не только трудовыми мигрантами, но и работодателями. Для эффективной борьбы с нелегальной миграцией нужны такие правовые механизмы, при которых нарушение закона было бы невыгодным и опасным с точки зрения последствий для работодателей. Особо подчеркнул Дмитрий Кобылкин. Ну а далее коротко о том, что интересного для своих читателей подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника» на этой неделе. «Слово нефтяника». Читайте в свежем выпуске. Ноябрьское ДТП, случившееся рано утром 7 сентября, в котором при падении мотоцикла погибла женщина, вызвало большой общественный резонанс и бурное обсуждение в соцсетях. За неделю эта драматическая история обросла множеством домыслов, и определить, где правда, а где ложь, стало просто невозможно. Чтобы избежать кривотолков, глава администрации Ноябрьска Жанна Белотская и прокурор города Михаил Винглер обстоятельно ответили на все возникшие вопросы. Подробное интервью с ними читатели найдут, открыв третью полосу издания. Директор окружного центра «Ремесел» Сергей Лугинин родился и вырос на Ямале. В свое время он посолений научился ставить чум и знает множество преданий коренных народов Севера. Сегодня Сергей Александрович и еще и признанный мастер-косторез об интересной и нестандартной судьбе неординарного человека, об уникальном искусстве резьбы в материале корреспондента СН на седьмой полосе газеты. В Ноябрьске прошел второй турнир по мини-футболу в памяти известного тренера Юрия Морозова. О статусе этих соревнований говорит тот факт, что в них приняли участие команды, вошедшие в прошлом сезоне в пятерку лучших по стране. Ну а для зрителей подарком стал разыгранный в бесплатной лотерее современный iPad. Подробный отчет об одном из самых престижных турниров Тюменской области читайте на восьмой полосе газеты «Слово нефтяника». Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. В российских школах заговорили об отмене домашнего задания для старшеклассников. С таким предложением выступили столичные педагоги, объясняя это тем, что учебная программа слишком перегружена. Касается это только десятых и одиннадцатых классов. Ирина Ливанова поинтересовалась у ноябрьских учеников и педагогов, как они относятся к столичной инициативе. Просто взять и отменить задание домашнее, ну мне кажется, это, ну вот на сегодняшний день, как бы это из области фантастики еще. Столичная инициатива по отмене домашнего задания кажется ноябрьским ученикам и школьникам фантастической. Большинство опрошенных выпускников наличие заданий на дом воспринимают как должное. Более того, на загруженность не жалуются. Хватает время и на хобби. Помимо домашнего задания и подготовки к ЕГЭ, я также занят в нескольких секциях. Наши выпускники, поступая в вузы на первых курсах, получают свободу, когда домашних заданий нет, когда контроля гораздо меньше, чем в школе. И чем это бывает чревато? Проблемами на первом курсе. Между тем, президент Владимир Путин инициативу отмены домашнего задания поддерживает. Правда, с оговоркой на то, что такое решение может быть действенным в больших городах, где для саморазвития ученика есть много интересного. О том, что в проинции заниматься самообразованием не так уж просто, понимают и сами школьники. Отмена домашнего задания подразумевает собой самообразование ученика. А так как наш город, он весьма маленький, и у нас нет стольких центров, интеллект-центров, музеев, где ученик мог бы почерпывать новые знания. Педагоги утверждают, что стараются не перегружать старшеклассников подготовкой вне школьных стен. Нормы Санпина допускают 37 урочных часов и до 3 часов в день самостоятельных заданий дома. А прошлые сошлись во мнении, что задания для закрепления оставить нужно, но с некоторыми оговорками. В том виде, который оно было раньше, оно уже не срабатывает, оно не функционирует, оно неприемлемо. Нужны домашние задания разнообразные, чтобы ребенок бежал из школы и садился выполнять его, чтобы он мог его выполнить это задание. К домашнему заданию я отношусь спокойно. Единственное, возможно, где-то задают немного лишней работы на некоторых не очень важных предметах. И они отвлекают от подготовки к главным предметам. Учитывая эти замечания, по пути эксперимента пошла школа номер 9. Индивидуальную программу саморазвития ученикам 10-х и 11-х классов помогают составлять педагоги. Домашнее задание по базовым предметам дается минимизированное, для того, чтобы усвоить минимальный образовательный стандарт. При изучении же профильных предметов учителями используются различные виды домашних заданий. Проектные работы, изготовление моделей, составление программ, написание произведений и многое другое. Задания даются индивидуально, в зависимости от интересов ученика и склонности к техническим или гуманитарным специальностям. На творческие работы по профильным предметам отводится конкретное время. Я рада, что у нас есть профильные классы, потому что я могу изучать то, что мне надо. Стоит отметить, законодательных препятствий для отмены в школах домашних заданий нет, никаких распорядительных документов со стороны Министерства образования и науки не требуется. Учебное заведение может самостоятельно принять решение об их отмене. Ирина Ливанова, Анатолий Присич, Новости нашего города. Вчерашние абитуриенты соберутся на берегах Невы. 4 октября в Санкт-Петербурге пройдет день ямальского первокурсника. Главной целью этого праздника организаторы считают объединение земляков, их знакомство между собой и с жизнью ямальского студенческого сообщества в северной столице. Старшекурсники расскажут и покажут, какая интересная внеучебная жизнь ждет ямальского студента. Каждый первокурсник найдет себе занятие по душе. Кто-то сможет проявить себя в организации турнира по мини-футболу. Кто-то захочет применить свои организаторские и лидерские способности на выездном тренинге-семинаре для активистов землячества. Тех, кто любит искусство и тех, кто еще не знает об этом, ждут на занятиях ямальской секции в молодежном центре Государственного Эрмитажа. А ямальские леди смогут принять участие в ежегодном конкурсе обаяния красоты и грации «Мисс Ямала». Подробная информация расположена на официальном сайте представительства Ямала в Санкт-Петербурге. Православные сегодня отмечают престольный праздник храма в честь архистратега Божия Михаила. Его чтят не только как верховного военачальника небесной рати, который изгнал с неба злых духов, но и как ангела-исцелителя. Именно потому в некоторых странах именем архангела называют целебные источники. А в нашем городе в честь святого построен храм. Поэтому день прославления архангела Михаила считается днем ангела Ноябрьска. Ежегодно к этому дню свои выступления готовят ученики воскресной школы и православной гимназии. А в храме проходит водосвятный молебен, божественная литургия и крестный ход. И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю вам всего доброго. До свидания. Партнер программы – магазин «Подис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. 20 сентября в Салехарде переменная облачность. Ветер северо-западный, температура 9 градусов выше 0. В Муравленко-Пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный по 5 метров в секунду. Температура 5 градусов тепла. В Ноябрьский облачный, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура плюс 5 градусов.